Переходный возраст. Его родители ожидают с волнением. Ребенок меняется, никого не хочет слушать и отношения с ним часто не складываются. Родители отчаиваются и не знают, что делать. Меня зовут Олеся Новикова и сегодня в маминой школе мы ответим на вопрос взрослых. Как быть с подростком? Смотрите в программе. Трудный возраст. Как помочь ребенку? Первая обувь для первых шагов. Выбор ортопеда. Любимые игры годовасиков. Играем и учимся. Собираем сумку в роддом. Советы бывалых мам. Книжная полка. Что почитать ребенку? И как приготовить ланчбокс на свежем воздухе? Сегодня мы решили немного изменить формат нашей программы и дали возможность задать вопросы специалисту родителям. Родителям подростков. Они их писали нам в соцсетях, а я сейчас их задам школьному психологу Инне Шевченко. Инна Анатольевна, добрый день. Здравствуйте. Инна Анатольевна, самый часто встречающийся вопрос из тех, которые задавали родители, это как сохранить доверие ребенка. Не секрет, что дети в подростковом периоде часто закрываются, ничем не хотят больше с родителями делиться. Вот как с этим быть? Доверие легче не сохранять. Доверие легче удерживать. Всегда проще правильным образом себя вести с ребенком, чем потом что-то менять или лечить. Важно понимать, что подростковый возраст это как лакмусовая бумажка. Все проблемы, которые закладывались раньше, в более ранние периоды, подростковый возраст, он их как-то сразу же актуализирует, показывает. Поэтому если доверия не было в младшем школьном возрасте, в раннем детстве, если была только привычка либо повиноваться, либо подавлять, одним повиноваться, другим подавлять, то, конечно, оно тут же все и покажет. Ну вот еще вопрос. Все, что говорят и просят родители в этот период, подростки часто воспринимают в штыки. Родителям как к этому относиться? Подождать, пока само пройдет или бороться? Вообще бороться со своими детьми не нужно. Да, вот часто спрашивают, как справиться с подростками? Да, как бы оно банально не звучало, а детей любить нужно. А если ты любишь, в общем-то, то находится и правильный тон, и правильный взгляд, и правильные прикосновения, и правильные слова, которые вовремя нужно сказать. Что касается недоверия или бунта, или так называемой штыки, то это действительно особенность подросткового возраста. Так, меняется некая позиция. Да, с одной стороны, ребенок вроде бы как претендует на взрослость. Я уже большой, поэтому я хочу, чтобы ко мне по-другому относились. Поэтому сопротивляюсь маминам на работе. Поэтому я, чтобы продемонстрировать взрослость, попытаюсь поменять модель, шаблон детского поведения. Если раньше я соглашался, то теперь, во всяком случае, я буду демонстрировать некую критичность. То есть можно сказать, что это норма? Так и должно быть? Ну, скажем так, у большинства детей это протекает именно так. То есть родители к этому должны относиться спокойно, не бороться с этим. Вообще с ребенком бороться не нужно. Да, да, да. Ребенок взрослеет, он становится самостоятельным. А с другой стороны, должны оставаться некоторые границы. И даже если ребенок будет демонстрировать, во всяком случае, внешнее стремление эти границы раздвинуть, убрать, но по большому счету дети благодарны родителям за то, что они чувствуют себя стабильно. Да. Плюс очень многие дети, знаете, как даже, когда внутренняя их позиция не совпадает с шаблонным поведением референтной группы, ну, например, все курят, вот таким детям очень удобно говорить, ну, мне предки не разрешают. Хотя, на самом деле, я, может, и сама не стремилась бы, да, вот как подросток, но у меня есть отговорка. Мы уже немножко затронули тему авторитета родителей, и часто, это даже, я знаю, такой возрастной же опять период, авторитет родителей, он падает. И в авторитете уже теперь друзья. Как же с этим вот быть? Надо этот авторитет всеми какими-то возможными способами постараться вернуть, или смириться с этим и воспринимать это как должное? Я бы немножечко по-другому сформулировала проблему. Не обязательно падение авторитета родителей на фоне подъема авторитета сверстников. Да. То есть здесь просто параллельно происходит, ну, как добавление, дослоение, смена приоритетов. То есть это были раньше только родители, а теперь возможно... Только взрослые. Мы в детстве ориентируемся на мнение значимых для нас взрослых. То сейчас значимым становится мнение сверстников. То есть как и доверие, как вы говорили. То есть если авторитета не было до подросткового возраста, то и падать нечему. Падать особенно не, абсолютно верно, падать нечему. Но здесь важно еще и понимать, что иногда ребенок может опять, возвращаясь где-то к границам авторитета, то есть четко они параллельно эти вопросы протекают. Если у ребенка есть желание отодвинуть границу, то тогда он начинает немного манипулировать мнением родителей. Самый частый аргумент, ну, всех же отпускают, а ты меня нет. Ну, всем же разрешают, а ты мне не разрешаешь. Ну, всем уже купили, а ты мне не купил. Вот. Для того, чтобы было доверие и авторитет, важно говорить с ребенком. Причем говорить не просто где-то там чем-то занимаясь, да, а вот три самых... Спиной стоит. Самая важная психологическая валюта, которую мы даем своим детям, это взгляд, да, но не зря на самые важные моменты жизни, да, вручение тестата или еще что-то, хотя бы приди, посмотри на меня, да. Не важно, что ты меня видишь. Второе — это слово, причем опять-таки слово тоже может быть... Сам взглядом желательно. Нет, слово может быть как положительно мотивировать, так и отрицательно, и то, и другое работает. Ну, и третья самая дорогостоящая монета — это прикосновения, конечно. Прикосновения также могут быть приятные, да, приближающие, а могут быть отталкивающие, и то, и другое работает. И поэтому, допустим, если я ребенку говорю, ну, одна валюта неприятная, я могу ее дублировать... Другой. Другой более приятной, да, комбинировать, да. То есть если ребенок видит, я говорю ему какие-то неприятные для него вещи, опять-таки, здесь еще очень важно понимать эмоциональную составляющую. То есть ребенок должен видеть, что мне очень жаль, да. Что мне приходится быть строгим, что-то ограничивать. Да, ему отказывают. Мне так неприятно, когда ты радуешься. Я от этого тоже испытываю удовольствие. Ну, так же. Да, или когда мы хотим утешить ребенка, мы ведь его прижимаем, да, даже если это уже повзрослевший отрок юноша, да, или взрослая девушка. Поэтому можно комбинировать. Ну, и третье, нужно быть искренним. То есть очень важно, чтобы ребенок так же понимал, почему вы это делаете. И если ребенку кажется, что это требование ради требования, тогда они это воспринимают как ограничение моей свободы. И тут же все идет к исходам. Я уже вырос, а вы меня ущемляете в моих правах. Что нужно знать родителям, чтобы не осложнить и без того сложный период, как вести себя с ребенком, чтобы сохранить доверие. Об этом мы чуть позже продолжим беседу со школьным психологом. А сейчас время рубрики «Первые шаги». Заключительный сюжет календаря развития ребенка. Малышу один год. Всего за каких-то 12 месяцев беспомощный сверток из роддома превратился во вполне самостоятельного человека. Со своим характером и привычками. Ребенок продолжает исследовать мир, и теперь у него появилось для этого еще больше возможностей. Большинство малышей в этом возрасте уже уверенно ходят и могут самостоятельно добраться до интересующего предмета. С каждым днем увеличивается словарный запас ребенка. Растет количество слов, значения которых он понимает. Для полноценного развития всех органов чувств детям необходима смена впечатлений. Здорово, если дома есть любая музыкальная игрушка, пианино или ксилофон. Покажите ребенку, как громко ходит Мишка и звонко поет птичка. Смотри, как Мишка топает. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ. А смотри, как птичка поет. Ля-ля-ля. Почаще предлагайте ребенку слушать детские песни или классическую музыку. Все это поможет развить музыкальные способности, слух и даже речь. Уклыни-воряшки. Уклыни-воряшки. Яркие рубашки. Вот так кружился. Игры с матрешкой помогут малышу самостоятельно разобраться, что большой предмет никак не поместится в маленький. А еще пополнить свой словарь новыми понятиями – высокий и низкий. Если большую матрешку назвать мамой, а маленьких – детьми, можно разыграть любой сюжет. Матрешки гуляют, танцуют, едут в машине. Любые другие сценки, которые уже знакомы годовасику. Раз и сверху накрывай. Все более сложными становятся игрушки годовалого ребенка. Он может катать и пинать мяч, возить машинку за веревочку, любит играть с кинетическим песком и пытается строить башни из кубиков. Раз, два. В этом возрасте уже можно начинать учить ребенка сортировать предметы по цвету. Например, расселять цветных человечков по разноцветным домикам. Играя в эту игру, четко проговаривайте каждый выбранный цвет. Вот, всем по домику достал. Мягкие цветные мелки – отличный подарок для маленького художника. Малыш с удовольствием попробует оставить цветные следы на бумаге или доске. А еще обязательно поощрять и стремление ребенка к физической активности и исследованиям. И предоставьте ему безопасное пространство для самостоятельных игр. Скажу по секрету, проект «Первые шаги» мой любимый. Потому что для того, чтобы снять каждый месяц развития ребенка, мне нужно было этого ребенка родить. Конечно, я шучу, хочу сказать мамам. Детство проходит очень быстро, поэтому не теряйте времени и проводите как можно больше мгновений со своими детьми. Потому что из этих самых мгновений и состоит их детство. А мы продолжаем говорить о подростках. Инна Анатольевна, первая любовь. Об этом тоже спрашивали родители, что с ней делать, особенно если она безответная, особенно если она негативно сказывается на успеваемости в школе. Такое тоже бывает. Если мы говорим о первой любви в 11-12 лет, то это быстро проходящее явление. Один образ эмоциональных реакций, если 15-16, совершенно другой. А вот многие специалисты, например, Эриксон, считали подростками еще и 18-летних людей. То у них уже совершенно третий образ и модель поведения влюбленного человека. Может ли мама как-то поддержать, какие-то слова особенные сказать, может быть что-то сделать, может каким-то своим опытом поделиться, чтобы ребенок понял, что у всех так бывает, и это точно не повод учебу забрасывать. Вообще первая любовь – это одно из самых ценных переживаний в жизни человека. Это очень полезные переживания. Почему? Потому что ребенок учится взаимодействовать. Ребенок получает опыт эмоционального обмена. Ребенок получает опыт преодоления своих базовых эгоистичных качеств, учится и подбирает модели поведения, которые были бы, с одной стороны, приятны партнеру, а с другой стороны, не умаляли его собственных желаний и потребностей. То есть все это очень хорошо и здорово. Это здорово, замечательно, да. Как относиться нам, родителям? Замечательно, когда этот человек, объект влюбленности нашего ребенка, для нас знаком. Почему? Потому что тогда мы можем более-менее объективно судить, не навредит ли моему ребенку этот опыт. Для чего я привожу этот пример? Например, если моя любимая девочка вдруг связалась не просто с Петькой-хулиганом, а с Петькой-наркоманом, то я четко могу бояться, да, что вдруг эта первая любовь окажется для моего ребенка, по меньшей мере, очень неприятной. То есть правильно ли я вас поняла, Инна Анатольевна? Опять же, то же самое доверие, второтет родителей. Если все это есть, то пережить эту первую... Просто уже новый шаг. То есть это уже, знаете, как подтверждение того, что доверие обязательно нужно. Это очень важный инструмент. Иначе, когда ребенок будет находиться для себя в такой достаточно сложной ситуации, мы не сможем его ни поддержать, ни направить. Чего делать категорически нельзя? Во-первых, нельзя критически, жестко критически высказываться. Относиться-то я в любом случае буду, относиться так, как я считаю нужно. Но высказывать особенно резко категорически нельзя. Почему? Вспоминаем негативизм, вспоминаем, я уже взрослый могу решить сам. И опять, в лучшем случае ребенок будет скрывать. Даже если расстанется с этим объектом своей симпатии, то следующего маме и папе не покажет. Да, да, будет скрывать. Почему у подростков меняется характер? Девчонки становятся плаксивыми, а мальчики агрессивными. Это гормоны какие-то? Что-то надо с этим делать? Или это тоже временный этап, и его надо просто пережить? В подростковом возрасте и из-за гормональных бурь, и из-за некого такого дисбаланса, потому что идет очень резкая перестройка организма, и она обусловлена физиологическими изменениями, у него действительно происходят частые смены и колебания, и эмоционального фона, и работоспособности, и творческого права. Иногда, кажется, горы свернут, но буквально через некоторое время острое чувство усталости. Что помогает? Активные занятия спортом. Очень помогает и мальчикам, и девочкам. Дальше нужно самому ребенку говорить. Ты знаешь, если бы ты это не испытывал, я бы переживала, что с тобой что-то ненормально. То есть ребенок четко должен понимать. Это временно, это пройдет. Это тема для родителей опытных, а сейчас для мам будущих. Наша супермама Татьяна Ивашенко вместе со специалистом по подготовке к родам Олесей Кочиной соберут сумку в роддом. И расскажут, что нужно взять обязательно, а без чего можно обойтись. Олесь, ну вот, в принципе, да, у многих мамочек возникает вопрос, особенно тех, которые идут в роддом впервые, возникает вопрос, что взять с собой. Ой, нужно собрать целый чемодан. Тревожный чемодан, кстати, его называют. Я не знаю, почему тревожный, потому что, ну, как бы на самом деле, мне кажется, что это такое радостное событие. Приятное волнение. Это как путешествие. Но сразу хочу сказать про чемодан и сумку, да. Первая ошибка – это когда женщины собирают непосредственно сумку. По санитарно-эпидемиологическим нормам вот такие вот сумочки не подходят. Необходимы пакеты. Я всегда рекомендую собрать не одну, а четыре пакета. Первый пакет – это вещи, которые понадобятся непосредственно в роддоме для родов. Вторая сумка – это вещи, которые понадобятся в послеродовом отделении. Третья сумка – это пакет. Это вещи для ребенка. И четвертый пакет – это чтобы женщина приготовила вещи на выписку. Итак, по поводу первого пакета, что нужно приготовить непосредственно для родов. Значит, документы обязательно, потому что без документов нас не… Вот эти есть на нашем столе, да? То есть это паспорт, обменная карта. Все, совершенно верно. Паспорт и обменная карта. Это ваша история, и она нам расскажет о том, в какой род зал мы поступим. Далее я как перинатальный психолог, и меня заботит в большей степени, что женщина будет делать непосредственно в родах. И то, чего нет в списках обычных, скажем, которые предлагают в женских консультациях, я делаю акцент на массажерах. Есть массажеры вот такого плана, есть мечи, есть массажеры по типу тетракома. Массировать им можно поясницу, да, то есть бедра. Это очень важно взять с собой, вот такие вот массажеры. Обязательно нужно взять воду. Почему-то тоже она не указывается в списках. В родах нужно очень много пить. Вода как обезболиватель в родах. То есть мы пьем, мы восполняем жидкость, которую мы теряем вот энергетически, да, и меньше у нас возникает болевой порог. Она, конечно, должна быть негазированной, и в нее можно добавить сок лимона или мед. Чем больше будет лимона в воде, тем лучше, ну, то есть это витамин С, во время родов идет нагрузка на сосуды. То есть у нас активно работает сосудистая система. И для того, чтобы укрепить стенки сосудов, чтобы они были более эластичными, да, и меньше вызывали болезненных ощущений для женщины, то вот именно лимон и мед в этом случае нам будут необходимы. Такой аскорутин в жидком виде будет, да? Да. Так, далее переходим по списку. Дальше. Женщина в предродовой палате у нас переодетая, да, поэтому нам нужно взять рубашку, тапочки, причем я делаю такой еще, смотрите, акцент на обуви. Обуви должно быть две пары. Если мы активно, да, ведем себя, если мы делаем какой-то массаж, если мы занимаем какие-то позы, мы сидим на мече, удобнее тапочки с задником. Вторая пара обуви должна быть для душа и обязательно носочки. Неважно, какое время года, все равно комфортнее. Там нет ковров, понятно, да, нигде, ни в отделении, ни в одном, ни в другом, ни в третьем. И поэтому в носочках женщине будет удобно. Рубашка достаточно длинная. Вот у нас здесь лежит, наверное, очень маленькая какой-то девушка, рубашечка, да, потому что, посмотрите, она короткая. И занимать какие-то позы, опять-таки, вот представьте, в этой рубашечке мы наклонимся и начнем массировать себе поясницу. Будет неудобно. Я всегда говорю о том, что рубашка должна быть, желательно, до локтя должен быть рукав у нее, и длина до, ну, чуть-чуть ниже колена. Что касается, Олесь, вот списки, которые есть в интернете, да, наверняка будущие мамы ими пользуются как раз накануне родов. Вот рекомендуют в этих списках брать с собой противоварикозные чулки либо эластичные бинты. Что рекомендует специалист? Если во время беременности мамочка сталкивалась с какими-то проблемами с венами, да, и она, будучи уже беременной, использовала колготки, да, либо компрессионные, да, либо бинты, то, конечно же, они ей понадобятся. Но если у нас нет никаких проблем с венами, да, и мы прекрасно себя ощущаем, то я не думаю, что их стоит брать. А вот бандажные плавки, пояса, да, белье, оно рекомендовано. Причем всем женщинам я советую взять с собой и сразу же после родов одеть такое хорошее, плотное, утягивающее белье. Пояса хуже. Женщины, конечно, больше думают с эстетической точки зрения, чтобы у них как бы животик был достаточно плоским сразу. Но это полезно и с точки зрения, скажем, физиологических процессов, когда у нас плотно прижата область живота, соответственно, матка, она у нас будет лучше сокращаться, и послеродовый период с точки зрения вот именно таких гинекологических моментов будет протекать гораздо быстрее и лучше. Ну и как консультант по грудному скармливанию я, конечно же, советую каждой же мамочке взять с собой в роддом крем для сосков, потому что болезненность в первые сутки присутствует, это нормальное состояние нагрубания сосков, и для того, чтобы они не потрескались, лучше взять сразу с собой вот в пакетик, чтобы был, и уже сразу после родов наносить с целью профилактики. И еще я девочкам всегда рекомендую, возьмите с собой косметику, не забудьте. Истинная женщина в любой ситуации, а особенно в родах, потому что это такая, знаете, праздничная атмосфера, должна выглядеть симпатичной, поэтому какой-то там блеск для губ или даже тушь для ресниц, какая-то тональная основа понадобится ей в родах. Олеся, ну и самый главный вопрос. За сколько недель до родов должен быть готов вот этот мамин чемоданчик? Пакеты, да, причем не один, а четыре. Если мы говорим о том, что физиологическая беременность у нас может завершиться с 38 по 42 неделю, то, конечно, давайте еще две недели отнимем, но с 36-35 недели эти пакеты, конечно же, должны быть собраны. Пусть они не стоят на самом видном месте, да, и, возможно, не мозолят глаза, но где-нибудь там в спальне аккуратно сложенными, они, конечно, уже должны быть в 35 недель. Рекомендациям Олесе можно доверять. Когда-то и я собиралась в роддом с этим списком, как говорится, проверено, рекомендую. А мы возвращаемся к нашей теме, к трудному, к подростковому возрасту. Инна Анатольевна, подростки очень часто радикально меняют свои увлечения. Вроде бы еще вчера играла в куклы, а сейчас пытаются примкнуть к какому-нибудь неформальному движению. Что делать родителям? Поддерживать эти новые увлечения или как-то препятствовать все-таки? То, что ребенок меняет увлечения, так же нормально. Почему? Ребенок ищет себя. Понять, нужно мне это или нет, приятно или нет, полезно или нет, ребенок может только, окунувшись, попробовав. Поэтому чем больше ребенок пробует, тем больше вероятности того, что он наконец-то найдет то, что в итоге не разочарует его в жизни. С другой стороны, есть такие увлечения, которые связаны и с очень большими материальными затратами, и с некими рисками, да, в том числе и для здоровья, мягко говоря. Поэтому здесь, конечно, каждый родитель, опять-таки, поддерживай, подбадривай, но и помни о границах. Вот те самые границы, которые не дадут нанести вред самому себе. Нужно ли контролировать личную жизнь ребенка? Читать его переписку в соцсетях, читать его личные дневники? Или вот даже по-другому спрошу, не нужно, а можно ли вообще такое делать? Если ребенок позволяет, то да. У меня был такой опыт, когда и я читала переписку своего ребенка, но при этом она меня просила, да, и показывала. Вот. Если я переживаю, что с моим ребенком происходят какие-то... Я вижу, что есть объективные причины для беспокойства, да. То тоже да. Тоже не буду их перечислять, разумные родители понимают, то есть не зря бьют тревогу. То опять-таки, не то же да, а нужно сказать ребенку, ты знаешь, я волнуюсь. Не мог бы ты мне показать и успокоить меня? Вот сейчас так много говорят, а я же не очень-то разбираюсь. Вот про эти... Покажи мне, пожалуйста, свой аккаунт. Можно даже где-то избрать позицию. Не я, взрослый, все знающий родитель, а я мама, которая так же тебя переживает. Успокой меня, пожалуйста. И даже если ребенок вам покажет какой-то левый аккаунт, но сам факт того, что он пошел на контакт, что маме не безразлично, что я делаю, но если ребенок поймает родителя на несанкционированном подглядывании... Очень плохие будут, плачевные последствия. Дело даже... Опять, все дети разные, да? Ну, очень часто. Я знаю много случаев, когда доверие между родителями после таких моментов... Доверие восстановить потом очень сложно. Ребенок начинает воспринимать родителя как надирающий некий орган, контролирующий, а не любящий и помогающий. Поэтому здесь, конечно, опять, если я люблю человека, то я и сама должна ему где-то в чем-то доверять, правда? Как можно хотеть доверия ребенка и самому ему не доверять? Спасибо, Инна Анатольевна. Есть у меня еще несколько вопросов, но мы ненадолго прервемся, и наш эксперт по книгам Кристина Волкова расскажет, что почитать ребенку. Здравствуйте, меня зовут Кристина Волкова, и сегодня я приготовила для вас обзор самых лучших книг для мам и малышей. Первая книга издательства «Ман, Иванов и Фербер. 30 миллионов слов». Развиваем мозг малыша, просто беседуя с ним. Врач, профессор, детский хирург Дана Саскент провела исследование, которое говорит о том, что на развитие мозга, на обучаемость ребенка и на дальнейшие его перспективы огромное влияние имеет речевая среда в первые годы жизни ребенка. Как она это узнала? Она вставляла кахлеарные имплантанты в уши неслышащим детям и наблюдала потом дальнейшую судьбу этих детей. Дети ходили в одни и те же детские сады, посещали одни и те же занятия, у них была одинаковая реабилитация. Но разница между детьми из семей, в которых с ними много разговаривали, что-то им рассказывали, постоянно показывали, интересовались их мнением, и детьми, у которых родители были отвлечены, не включены в детскую жизнь, и у них была достаточно бедная речь, разница прослеживалась уже через несколько лет, и эта разница была огромной, из чего профессор сделала вывод, что для развития мозга ребенка необязательны какие-то игрушки, развивающая среда или что-то еще, потому что среда у них была приблизительно одинаковая, они находились в тех же реабилитационных центрах, в тех же детских садах, с теми же воспитателями. Огромное значение и влияние имеют то, как много и какими словами родители разговаривают со своим ребенком. Это была книга для мам, а теперь мы поговорим о книге для детей. Книга для детей готовим вместе с Пэтсоном и Финдусом. Финдус – это маленький котенок-проказник, очень любимый современными детьми. Пэтсон – добродушный старик, который проводит очень много времени со своим котенком. В этой книге очень много простых, несложных рецептов, которые разбиты по временам года, то есть есть весна, осень, лето, зима – рецепты, которые можно приготовить с ребенком в заданное время года и найти подходящие продукты. Перед каждым рецептом есть коротенькая история о котенке и его хозяине, о том, чем они там занимались, как они решили что-то приготовить. И потом сам рецепт. Рецепт написан таким образом, что ребенок даже, ну, наверное, с двух лет может участвовать в приготовлении еды. Здесь есть какие-то задания, которые выполняет Финдус, значит, их может сделать ребенок. Например, скатать тевтелики или покрошить хлеб помельче, или помешать молоко, или сделать что-то еще подобное, разбить яйца, например. Рецепты самые разные. То есть есть и праздничные блюда, именинный пирог, например. Есть самые простые, там, завтрак бедного рыцаря. Дети очень любят готовиться со своим любимым котенком. Это был мой обзор лучших книг на сегодня. Да эти книги, они не полнят, не вянут и приносят множество счастливых впечатлений. Кристине большое спасибо. Она умеет подобрать действительно стоящие и интересные книги. А мы продолжаем разговор. Инна Анатольевна, вот еще один вопрос от родителей. Я вот прям засчитаю, процитирую. Как бороться с неуемным потреблением, когда родители исключительно источник денег? Здесь опять нужно понимать, что не ребенок виноват в этой ситуации. Когда-то родители допустили эту ситуацию. Общество потребления. Посмотрите, какая у нас реклама. Ты этого достоин. Нужно купить вот это, вот это, вот это. Только тогда ты будешь считать себя настоящей женщиной. Плюс очень часто, особенно молодые или очень занятые родители, допускают типичнейшую ошибку. Они пытаются проявлять свою любовь и заботу через материальные блага. Любые. И ребенок усваивает, что это вариант нормального развития их отношений. Но если уже это случилось, можно это как-то исправить? Да. Как? Начинаем с того, что ты уже взрослый. Я так рада, что наконец-то у меня появилась поддержка в твоем лице. И после этого в заготовке этой можно ребенку сказать, какие у меня сложности. Но ты должен понимать. Нет, еще и попросить совета. Вы знаешь, у меня есть деньги, например, на вот это и вот это. Как ты думаешь, что лучше потратить? Или, да, если у меня какие-то проблемы со здоровьем, можно проговорить это с ребенком. Или, мне кажется, что я стала хуже выглядеть. Что можно сделать? Взять ребенка в этой ситуации в качестве эксперта? И тогда у девочки возникнет, у любящей дочери обязательно возникнет потребность. Мам, пойдем тебе что-то купим. Дай мне сына. А у любящего сына, ты знаешь, мне кажется, что мой телефон уже такой старый. И я чувствую себя такой древней. Может, ты мне покажешь, что и как? И тогда, возможно, и маме надо купить новый гаджет. Отлично, спасибо. Чудесное такое интересное решение. Внешность у подростков меняется. И кожа, и формы. И, естественно, самооценка частенько падает. Вот как помочь ребенку с этим справиться? Как дать ему понять, что это временные тоже трудности? И все это пройдет. Самое интересное, что падает самооценка, вернее, колеблется. Она у них вверх, в них колеблется самооценка практически у всех. И у тех детей, которые подают себя «я звезда», и у тех детей, которые ведут себя «я гадкий утенок». То есть проблема с самооценкой есть у того или иного плана у всех детей. И когда ребенок знает, что это все воспринимают, ему становится легче. Знает границы. Ребенок тоже должен знать, что опять это связано с той перестройкой, с теми гормонами, с теми качками эмоций, которые он испытывает. Опять нельзя ребенку говорить, что «ты красивый, что ты себе выдумываешь». Для него это реальная проблема. Нужно понимать, что для ребенка это проблема. Нельзя навязывать свою точку зрения, потому что ребенок будет воспринимать в лучшем случае «ну мама меня и так любит, она все равно не понимает, как сейчас хорошо». Поэтому не авторитет на ее мнение, что «я красивая» или «я красивая». Девочки, можно сказать, ты знаешь, вот Коко Шанель приписывают гениальную фразу «не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые». Ну вот проблема, слушай, давай почитаем, что можно сделать, и я с тобой масочку сделаю. Смотри, у меня тоже вот тут уже морщинки появляются, давай заодно почитаем вот что. Вот, ты знаешь, я когда была такая тоже, ну мне казалось, ой, прыщи выведу и все, а теперь вот думаю, ну где мои прыщи, зато вон морщины появились, не знаю, что делать. То есть проговорить это с ребенком, чтобы она не чувствовала себя, или он не чувствовал себя одиноким, да. А папе можно с сыном в тренажерку походить и сказать, что ты знаешь, не так важно, как ты выглядишь, главное, какая у тебя фигура, а фигуру можно сделать, плаваньем заняться. Инна Анатольевна, спасибо вам большое, я очень надеюсь, что наши рекомендации и ваши рекомендации, они будут полезны родителям, помогут им и детям пережить этот сложный период. Я с вами прощаюсь, всего хорошего. Да, я искренне хочу пожелать всем удачи и получать удовольствие от детей. Всего доброго. А сейчас отправимся на прогулку, чтобы приготовить ланчбокс. Супермама Катя и ее мини-поваренок Анюта расскажут, что это такое и с чем это едят. Когда мамы собираются путешествовать с ребенком, первое, что их волнует, что мы будем есть. Есть способ собрать еду с собой, и это не просто традиционные бутерброды. Ланчбокс – коробка с несколькими отделениями, куда кладут самые разные продукты. Привлекательно и ярко. Ланчбокс должен заменять малышу обед, то есть соответствовать ему по калорийности. И подбирать эти продукты нужно максимально приближенно к тому, что ест на обед ваш малыш. Вообще ланчбокс предназначен для того, чтобы возить эту еду в коробке с собой. То есть берем продукты, которые любит ваш малыш. Начнем готовить с того, что любит Аня. Вообще у нас небольшой ассортимент продуктов – это печенье, колбаса, овощи и фрукты. Самое важное, чтобы продукты максимально долго сохраняли свежесть. И привлекательный вид, конечно же. Мы начнем с того, что позовем Аню. Аня, помоги, пожалуйста, собрать ту коробку, которую захочешь есть именно ты. У нас вот такие контейнеры, многосекционные, но начнем не с этого. Начнем с того, что ты выберешь, что ты хочешь. Я хочу перец, колбасу, яблоки и петенюшки с водой. Как ты думаешь, с чего лучше начать? Наверное, с колбасы, да? Да. Ты ее больше всего любишь? Да. Какую ты колбасу любишь? Такую. Как нарезать колбасу лучше для тебя? Дольками, половинками или полосками? Вот нарезать кружки, вот на палочки, вот так вот. Налезать квадратиками. Квадратиками тебе колбасу. Это тоже нужно учитывать. Вот такие квадратики подойдут? Чистый перец? Да, чистый перец. Ну, как тебе? Хороша. Хочешь? Да. А, отлично. Спасибо. На здоровье. Мы выбрали стопроцентные хиты, которые у нас обычно идут на ура. Вообще, с ланчбоксами лучше не экспериментировать и не добавлять, к примеру, яйца в надежде, что малыш проголодается и будет их есть обязательно. Аня, теперь твоя очередь. Положи ровно столько печенья, сколько ты сможешь съесть. Хорошо. Пожалуйста, вот сюда, в эту коробку. Столько съешь? Да. А мы тем временем чистим яблоки. Вообще, яблоко такой спорный продукт, который не стоит нарезать. Лучше его взять целым с собой. Но если вы едете недалеко и пройдет совсем немного времени, яблоко можно почистить. Вообще, оно может потемнеть и ребенку станет непривлекательным. А как же суп, спросят ответственные мамы. Поверьте, гастрологи за ланчбокс отчитывать не будут. Главное, чтобы такой прием пищи был по особенным случаям, когда это действительно нужно. А суп можно съесть уже дома. Первые шаги – счастливое и долгожданное событие для каждой семьи. Но хочется, чтобы малыш зашагал по этому свету здоровыми ножками. Поэтому мы пригласили в студию маминой школы детского ортопеда. Александр Олегович, добрый день. Добрый день. Вот первый такой вопрос. Ребенок начал ходить, сделал свои первые шаги. На что нужно обратить внимание родителям? Есть ли что-нибудь такое, что могло бы их насторожить? В первую очередь родители обращают внимание на то, как ребенок ставит ногу при ходьбе. Естественно, мы видим, что первые шаги у ребенка будут шаткими. Естественно, сразу он не побежит уверенной походкой. Нормально ребенок уже ходит, примерно в возрасте одного года должен ходить. Поэтому мы должны обратить внимание, как он ставит ножку. Он должен ставить ее уверенно, прямо. Иногда бывают какие-то подгибы при ведении стопы немного к переду. Ребенок, родители, говорят, так называемый, немного косолапит, когда ходит. Вот такие первые признаки могут появляться у родителей, когда они посмотрят на первые шаги. А вот сама ножка, она должна быть ровной? Я вот иногда замечаю, у детей, которые только начинают ходить, у них немножко вот как будто они в детстве на лошади катались. Ну, бывает немного. Тут у нас есть свои углы, мы должны обращать на это внимание. У нас особо какое-то такое явное округление никакого не должно быть. Или наоборот, икс-образными ногами. Это уже вариант патологии. Небольшой изгиб, конечно, у нас есть физиологический. Ножки у всех деток явно неровные, когда они будут. И со временем они, конечно, вытягиваются в процессе роста. Но обращать на это мы должны внимание. Вот вы говорили, что ребенок начинает ходить хорошо в годик. Но я знаю, современные дети, они очень ранние. Есть такие, кто даже в 9 месяцев уже начинает. Больше, скажу, начинают и с 8 ходить. С 8. Что делать родителям? Дать возможность ребенку, если он пошел ходить? Или попридержать его, пусть еще лучше подольше по пользователю? В принципе, каких ограничений детям давать не нужно. Ребенок явно не побежит с 7-8 месяцев. Он будет постепенно постигать ходьбу, постепенно, потихонечку ходить. С каждым разом все лучше и лучше. Лучше ребенку немного помогать, давать какую-никакую поддержку, немножко помогать ему в этом деле. Но ограничивать его в этом деле не стоит. Все родители боятся плоскостопия. Вот в какой момент нужно об этом позаботиться? И может быть, есть какие-то меры профилактики? Меры профилактики у родителей должны проводить постоянно, начиная с момента ходьбы ребенка. Если мы говорим о первых шагах, они должны быть обязательно в обуви. И обувь у нас является правильной обувью, является основным моментом профилактики плоскостопия. И это все дело у нас идет вплоть от одного года и в будущем вплоть до взрослого возраста. Ну вот я на самом деле вот об этом сейчас читаю полярные такие мнения. Если, допустим, когда я покупала обувь своему старшему ребенку, то я обязательно выбирала обувь с твердой пяткой, на стельке, чтобы была вот эта вот ортопедическая подушечка и все остальное. А сейчас я читаю о том, что все это лишние вещи, и ребенку для того, чтобы его стопа развивалась правильно, достаточно просто ходить босиком. Вот мне интересно ваше мнение по этому поводу. Все-таки босиком, если мы ходим, у нас преимущественно дома, у нас полы гладкие. Чем больше мы ходим по гладкому полу, тем стопа больше принимает плоскую форму. Соответственно, вот эти вот рекомендации, которые говорили про супинатор, про плотную пяточку, небольшой подъемчик, это на обуви должно быть обязательно, без вариантов. Оно поддерживает стопу во время ходьбы и помогает мышцам, сухожилиям принять правильный тонус, принять правильную форму и в будущем помогать ребенку нормально ходить. А правда ли, что обувь с такой твердой плотной пяткой нужно носить ребенку как минимум до 7 лет? Правда. Все правда. Когда вот сейчас лето, наверняка многие мамы побегут сейчас в магазины за босоножками, есть какие-то правила выбора идеальной обуви? Вообще сама по себе правильная обувь включается, она должна быть правильно подобрана по размеру. Для этого надо взять ребенка с собой? Можно взять с собой, можно просто дома ввести ножку на картонке, на бумажке, вырезать все это дело, и с этой бумажной стелечкой прийти в магазин. Уже когда мы вкладываем саму стельку в обувь, должен оставаться сантиметровый зазорчик в области пальца, потому что летом жарко, стопа немножко расширяется, и она должна все-таки немножко дышать. Но не больше сантиметра. Не более сантиметра, она будет просто велика, вот эта обувь на ребенка, как говорится, на вырост. И желательно обувь от старших братьев, сестер тоже не передавать, потому что обувь все-таки, особенно кожаная, она принимает форму по стопе. И при том, когда у ребенка своя форма стопы, если мы ее подбираем под старую обувь, которая уже смоделирована, то она просто будет неудобна для самого ребенка. Я вот тоже из моего личного опыта, когда покупала обувь своему старшему ребенку и брала его с собой, то когда он обувал, я вставляла сзади пальчик. Даже кто-то говорит два. И вот это два многовато. То есть один пальчик, и этого достаточно. Надо еще учитывать, чтобы ребенок не поджимал пальцы в обуви. Ага. Потому что бывают ситуации. Следите за этим. Если взять, родители у нас пытаются экономить, обувь размером побольше. Ну, побольше все-таки не рекомендуется. Лучше брать по размеру. Ничего, хорошо обувь. Оставлять небольшой, да, и вовремя смотреть, чтобы ее менять. Чтобы она была по размеру. Александр Олегович, спасибо вам большое. На самом деле вопросов к детскому ортопеду у наших родителей всегда много. Еще хотели бы поговорить об осанке. Но это будет для нас хорошим поводом встретиться еще раз. Всего вам доброго. И вам. Спасибо. Родители подростков, будьте терпеливыми и любящими, как тогда, когда ваш малыш только появился на свет. Подростковый период недолгий, он непременно закончится, а ваш ребенок непременно оценит ваше мудрое поведение и будет вам благодарен за чуткость. Это была программа «Мамина школа». Увидимся ровно через неделю и будем расти счастливых детей и подростков вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова